Рыбы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. Первая карта для вас, мои дорогие. Тевятка мечей. Знаете, у вас в декабре месяца может то, что идет осознание, отчего то, что вы неправильно делаете в своей жизни. Может именно за последнее время что-то, знаете, то, что вы, вы бы хотели это, чтобы у вас в жизни было настолько, но вы понимаете, что уже как бы у вас идет такое осознание, что вы что-то неправильно поступили, вы какой-то шаг в вашей жизни неправильно сделали. Но вот именно декабрь, вот то, что вам больно, то, что вам как бы это очень тяжело. Следующая карта мы посмотрим на начале месяца, мои дорогие рыбы. Это четверка Пентакли. Четверка Пентакли может то, что, знаете, вы осознание вначале идет, то, что именно в те, может быть, есть ли отношения, если, знаете, именно больше в отношениях, вы поймаете, что те отношения, которые вы хотели, сохраните их, у вас как бы ничего хорошего, у вас нет никакого развития. Может быть даже то, что вы живете вместе, но у вас, знаете, каждый занимается своем делом. И у вас для этого как бы вам идет вот настолько вот тяжело. Даже вы понимаете, что я, ну как бы больше вкладываюсь. Я хотела, чтобы эти отношения сохранились. Я хотела, чтобы, ну, знаете, вот, ну, как бы больше они как... Но у вас именно в начале декабря, знаете, дает такое, знаете, именно состояние тяжелое. Почему? Потому что то, чего вы хотели, чего вы ждали, чего вы хотели настолько достигнуть, эти цели ваши, вот именно в этих отношениях, у вас это не получилось. Следующая карта, мои дорогие, десятка пентаклей. Десятка пентаклей это даже как подтверждение, то, что именно отношения даже здесь можно семейные или вот эти длительные отношения, знаете, именно здесь может быть то, что вам тяжело даже на данный момент, вот то, что вы в прошлом что-то, чего делали. У вас идет осознание, то, что у вас идет именно... И даже с финансы тяжело, именно рабочие моменты тяжело. Вот даже именно в семье, может даже с детьми, вот с близкого человека у вас идет вот именно эта тяжесть. Вы как бы теряете вот именно даже как контроль, можно сказать. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, это четверка мечей. Четверка мечей говорит, может быть вот середина, нужно вам какой-то отдых. Может для того, чтобы вы пришли в себя, вот чтобы вы восстанавливались, вам нужно именно даже может поехать куда-то отдохнуть. Или просто брать какую-то паузу, чтобы вы осознали, что вы что-то неправильно делаете. То, что вы неправильно поступаете. То, что именно в чем вы вкладываетесь, как бы ничего хорошего и не приносит вам. Но в середине как будто нужно вам что-то вот именно остановиться. Следующая карта, мои дорогие, на середине пас жезлов. А пас жезлов показывает, что вы не прислушиваетесь. У вас может быть даже какие-то подсказки, у вас может быть какие-то сны, у вас может быть люди рядом какие-то, которые могут подсказать вам, что вы что-то не делаете, то, что вам ну как бы что-то правильно. Но вы не прислушиваетесь. Вы думаете, что вы все, что делаете, это правильно. Все, что это, я добьюсь вот этой цели. Следующая карта, на середине, мои дорогие рыбы, это карта смерти. Вы как будто должны завершить или какие-то отношения, или какие-то, знаете, даже здесь может быть, вы как будто должны пройти трансформацию. Но вот вы вот эту трансформацию не проходите из-за чего? Потому что вы не осознаете то, что вы не делаете правильно, то, что вы что-то делаете нехорошее в вашей жизни. И здесь у вас может быть даже, здесь нужно как бы, знаете, перейти с одного периода на другого, начало чего-то нового. Это вам уже вот в середину, на декабря, вот вы должны уже это делать. Вы должны останавливаться, подуматься хорошо, что вы как бы неправильно, и завершить именно вот то, что вы как бы вот именно из прошлого тянете. Следующая карта, мои дорогие, на конец, это рыцарь кубка. Рыцарь кубка и показывать, плыть по течению, плыть как рыба в воде. Вот вы должны вот в середине брать вот эту паузу, прислушиваться, даже сами посидеть и подумать, обдумать, и завершить, вот разрушить чего-то, вот даже то, что вам не приносит, что-то хорошее. И оставить вот именно, вот чтобы вы, знаете, как оставить, чтобы вы идти вперёд. Может быть такое, что вы держите человека, вот можете, как будто вы не хотите отпускать человека, и вы хотите его удержать возле себя. Вы как будто, знаете, вот именно такое состояние, что это моё, я никому, ну никому, никого там не отдам. Следующая карта, вот пятёрка мечей. Пятёрка мечей показывает то, что вы тянете какой-то прошлой ситуации, хотя это в прошлом уже, хотя вот, знаете, здесь только, можно сказать, что это больше, знаете, ваши страхи. Но вы сидите настолько, как на страже порядка. Вы думаете, что это может опять повториться. То, то, те моменты, то, те ситуации, те перемены в прошлом, вы думаете, что они, но это только ваши задумки, ваши страхи, вот. То, что вот, поэтому и говорится, что вы должны плыть, как рыба в воде. Вы должны оставлять так, как происходит в вашей жизни. Следующая карта, давайте возьмём карта совета, что вам высшие силы подсказывает. Шестёрка Пентакли. Вам как будто вот может быть вот в декабрь месяц нужно будет помощь. Вы как будто будете, знаете, просить кого-то помощь. Здесь ещё почему говорится, что вы должны посидеть и обдумать, чтобы вы начали что-то менять в вашей жизни, чтобы вы начали вот эту трансформацию пройти, чтобы вы, ну, знаете, здесь как бы не тянуть всё прошлое вот именно в будущем. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будут больше постов о Таро.